Привет, друзья! В нашей с вами студии сегодня достаточно редкий и не совсем обычный, но уже успевший нашуметь на зарубежных форумах портативный ЦАПа Videos B1, который, я вам скажу, наряду с действительно достаточно серьезным звучанием и уникальной усилительной частью обладает несколькими спорными и непривычными для меня моментами, о которых мы сегодня с вами подробно и поговорим в этом обзоре. Стоит ЦАП 149 долларов, а продается на сайте компании Hi-Fi Go. Коробочка, в которой поставляется этот ЦАП, изготовлена из очень толстого и плотного картона, имеет заметно пестрое оформление, которое заключается в изображении самого устройства на лесовой стороне, названии и какого-то графического декоративного орнамента. На обратной стороне, кроме веб-сайта компании, больше никакой полезной информации, к сожалению, и нет. Увы, немного ее и на официальном сайте компании, поэтому озвучу только те параметры, которые опубликованы на страничке с товаром на сайте Hi-Fi Go и те, которые мне удалось найти в сети. Построен ЦАП на 24-битном чипе от АКМ, на каком именно удерживается в тайне и не разглашается. А вот про усилительную часть Авидиуса удалось найти информацию, что она имеет запатентованный алгоритм распределения мощности и независимую схему усиления, благодаря чему устройство автоматом подстраивается. Под высокий импеданс и может работать с наушниками от 32 до 600 Ом. И это почти является правдой, друзья. Действительно, его напряжение с легкостью хватает даже на мои 600-томные вкладыши, которые раскрываются с ним, не поверите, всего на 27-28% громкости. Так, ребят, ну вот показываю. Наушники наши сутон подключены к компьютеру через портативный ЦАП Авидиус Би-1, а на компьютере выставлена вот такая громкость 28%, чего вполне достаточно для раскрытия этих наушников и комфортного прослушивания. А вот с наушниками посложнее, например, с изодинамами, которые имеют очень низкие импедансы и нестандартную чувствительность, уже не всё так радужно. Здесь из-за отсутствия устройства собственного питания сказывается ограничение поддачи тока, из-за чего такие наушники по громкости, конечно, раскачиваются, но звучат с очень заметными и неприятными искажениями. Поэтому такие наушники однозначно лучше всего вычеркнуть из меню. А ещё одна его особенность заключается, друзья, в слышимом фоновом шуме в паузах при работе с сильно чувствительными наушниками, если их напрямую подключать к устройству. Поэтому в комплект для таких наушников производитель заботливо положил пластиковый угловой адаптер дополнительного сопротивления, с которым все шумы, естественно, пропадают, и фон становится уже максимально тёмным и чистым. Из форматов поддерживается PCM от 44,1 кГц до 96 кГц, 24 бита и DSD-64. Питается устройство естественно от аккумулятора смартфона и потребляет 0,12 вольт. Внутри коробки, кроме того самого углового адаптера, нашлось место для самого устройства и кабеля, который с одной стороны оборудован Type-C коннектором, а с другой джеком на 2,5. Сам донгл изготовлен целиком из металла, имеет классическую прямоугольную форму, которую от сильно скучного внешнего вида спасает и уводит скошенные боковые грани. И вот эта серебристая металлическая вставка, на поверхности которой мы видим логотип и название модели. А чуть выше есть мигающий при подключении белым светом очень маленький светодиодный индикатор. На верхнем торце расположился вход на 2,5, куда и подключается кабель с Type-C, а на нижнем выход на 3,5 под наушники. Какую цель преследовал производитель, выпуская своё устройство с таким нестандартным решением, в виде входа для кабеля на 2,5, я, честное слово, друзья, затрудняюсь ответить. Но, видимо, какую-то преследовал, если решил лишить его универсальности и возможности подобрать к своему устройству сторонний кабель. А теперь давайте немного поговорим об особенностях работы этого WhatsApp с разными операционными системами, с разными цифровыми источниками и о моём опыте использования. С MacBook'ом, как всегда, у меня проблем никаких не было. WhatsApp при подключении к нему определился очень длинно, как Hi-Auma RHRA Audio и сразу был готов к работе. С iPhone через переходник для Lightning DD Hi-Fi Avidius, увы, корректно отказался работать. Он при подключении, как положено iPhone, определился. Индикатор на корпусе ЦАПа замигал белым цветом, но почему-то задрал громкость на iPhone на максимум и её отрегулировать уже никак не позволял. Поэтому владельцам айфонов и iPad советую воздержаться от покупки этого ЦАП и выбирать из чего-то другого. А жаль. Почему жаль, узнаете немного позже. На Android смартфоне ЦАП корректно заработал у меня только с приложением Hi-B Music. Единственное, что я там сделал, это разрешил смартфону работать напрямую с ЦАП и включил программную регулировку громкости. К сожалению, с U-App, с USB Audio Player Pro и Onky Player у меня этот ЦАП правильно не заработал. Первый ругался на дискретизацию в режиме Big Perfect, второй просто не мог корректно определить этот ЦАП. Перепробовал разные версии, но удача так мне и не улыбнулась. С гарнитурами ЦАП не работает, а также после отключения от него наушников музыку на паузу не ставят и от смартфонов не отключается. Но положительный момент заключается в том, что ЦАП совершенно не греется, даже проработав несколько часов подряд. Привет, Тутюгу, Ауди Рект Бим 2. Ну а самое главное, звук этого необычного ЦАП действительно, ребята, удался. И удался настолько, что хочется его приравнивать не к звуку подобных свистков, а, наверное, уже даже к звучанию некоторых плееров среднего ценового сегмента. Я с уверенностью могу сказать, что лично для меня, еще раз, лично для меня, этот ЦАП звучит немного интереснее и серьезнее, чем, например, iBAS ADX 160 или Shanling M3X, и уж точно оставлять далеко позади разные Hibi R3 и Hidi Zap 80 Pro. Что-то внутри делали производители для меня, конечно, до сих пор остается загадкой, но это на самом деле не так важно, как важен тот результат, который я получил на выходе. А результат этот порадовал меня, и расположился с первых минут прослушивания этого ЦАПика. Звучание его можно характеризовать как очень гладкое, прозрачное, точное, но и одновременно напористое. Как и какой-нибудь серьезный нейтральный и техничный плеер, Avidius от себя почти ничего не добавляет и не приукрашивает, а сосредотачивается в первую очередь на прорисовке абсолютно всех деталей, при этом еще умудряется сохранять и достоверно передавать темп развучания. Поэтому практически все диапазоны в нем и имеют очень достойную проработку деталей, хорошо выраженную текстурность и естественность. А если какие-то детали вдруг и выделяются им особенно тщательно, то они никогда не бывают слишком острыми или утомляющими. В любой музыке, поверьте мне, вы не услышите ничего искусственно добавленного или ненатурального, а только то, что в нее было заложено при записи. Хотя тут, конечно, будет все еще зависеть от ваших наушников. Например, Kibir Robin в первую очередь показали свое слабое место. Это сыпучие и не совсем натуральные высокие. А Tanjim Hana в очередной раз доказали мне, насколько это универсальные и высококачественные наушники. По-взрослому ЦАП контролирует и края диапазона. Звуки устройством извлекается, нарастает почти молниеносно и сохраняет свой вес и ощутимую массу вплоть до самых последних затуханий. Точно не дадут заскучать и подробные, быстрые, упругие, низкие частоты. Бас здесь действительно, как говорится, технично лупит, хорошо перебирает слои, передает себе обертона и уходит на хорошую глубину. И это, ребята, скажу вам, уже далеко не свистковый уровень. Средние частоты ровные, гладкие и, опять же, что очень важно, текстурные, натуральные. По качеству детализации диапазон балансирует примерно между макро и микро, поэтому все мелочи, все послезвучие затухания пропустить вам точно не получится. Вот если вы любите слышать все интимные подробности, которые происходят во время концерта в оркестровой яме, этот ЦАП позволит нам все это услышать. Основные тембры здесь слегка теплые образы, самую малость округлые и плотные, но зато хорошо различимые. Тонкие, плоские, примитивные образы, это точно, друзья, не про наш ЦАП. Никакой излишней яркости, никакого неестественного холодного оттенка, никакой грязи или шума здесь тоже совершенно нет. Инструменты или певцы, если им положено рычать, эффектно рычат. Если положено петь и благоухать, благозвучно и полноценно поют. И вообще любой рождаемый средними частотами звук получается объемным, точным и достаточно телесно. Сцену ЦАП строят естественно, но тоже достаточно внушительно, как в ширину, так и в глубину. А еще в довесок она у него обладает неплохой стереопанорамой. Высокие частоты своим характером также не похожи на высокие частоты многих портативных ЦАП. Этот диапазон Никар своим качеством не то, что близок к высоким частотам хороших плееров, а находится с ними примерно уже на одном уровне. А именно на этот уровень указывают здесь совершенное отсутствие каких-либо упрощений и условностей. Высокий, так же, как и все остальное, не выбивается из общерубной подачи ЦАП и продолжает собой его основную идею, которая заключается в натуральности, высокой точности и раздельности. Но, конечно, не в ущерб комфорту и чистоте. Поэтому этот диапазон, несмотря на высокую детализацию, несмотря на богатство обертонов, затухание и послезвучие, всегда ощущается гладким, мягким и очень приятным. Все высокочастотные инструменты звучат очерченно, звучат раздельно и телесно, даже когда в композиции их слишком много. Композиция эта не отличается простотой. В общем, как бы я ни старался найти в них какие-то минусы или слабые места, мне этого сделать не удалось, друзья. А вы меня, думаю, знаете. Нашел бы то, что не устраивало бы лично меня, обязательно бы обратил на это и ваше внимание. А здесь обращаюсь внимание только на то, что погрешности-то практически нигде и нет. Если сейчас, ребята, начать перечислять кучу разных современных ЦАП и сравнивать их с героем сегодняшнего обзора, то я уверен в том, что каждый из них в плане своих технических возможностей и в плане удобства будет предпочтительнее не очень совершенного героя сегодняшнего обзора. Но практически каждый из них продует ему в плане качества звучания, потому что практически каждый из них не имеет похожих атак, не имеет подобного напора, не имеет такой чистоты и натуральности. Если это вам интересно, то давайте попробуем. Начнем, пожалуй, с X-DOW LINK 2. Отличный ЦАП, очень мощный, не капризный, оборудован аппаратными клавишами громкости и клавишей бас-буста. Он звучит более плотно, более слитно и более массивно, особенно на низких и низких средних частотах. Имеет упрощенные, не самые протяженные, но вполне приятные высокие частоты. В сравнении с Avidius имеет явно недооформленные в плане проработки высокие и низкие частоты. Мой триггер iBASA DC03 имеет для меня только одно преимущество. Он небольшой и удобный, на этом для меня все. Звук легковесный, бестелесный, высветленный, детализация ненатуральная, высокие и плоские. Sonata E35. Хорошие технические возможности, хорошая мощность и, конечно, добротный, немного приукрашенный, тугой эмоциональный звук. Там и атаки неплохие на низких, там и на средних есть хорошие массы и разделения, там и высокие, я считаю, не подвели. Но все равно и в этом ЦАП тоже угадывается свистковый звук. Alderic Beam 2. Технически очень нафаршированный ЦАП. Он имеет аппаратную кнопку, при помощи которой можно выбрать один из трех видов усиления. Он всегда горячий, как сковородка с яичницей и голодный, как волк. Поэтому-то и жрет батарейку вашего смартфона, как не в себя. По звуку напористый, более злой и более грубый. Низкий и высокий у него однозначно проще. Можно, конечно, и дальше перебирать конкурентов и до бесконечности их продолжать сравнивать, но, на мой взгляд, итог таких сравнений будет всегда один. Конкуренты по звуку будут проще. Да, Avidius, безусловно, очень странный и необычный продукт, в котором действительно воплотилось очень много разных и нестандартных решений, которым можно отнести странный вход для кабеля на 2.5, из-за чего уже теряется его универсальность. Это и не самое высокое разрешение поддерживаемых файлов, и это капризы при работе с некоторыми программными плеерами. Но одновременно, благодаря своему уникальному для таких устройств усилителю, который подстраивается под импеданс ваших наушников и звуку очень высокого портативного уровня, Avidius можно считать уникальным устройством, которое, как я уже говорил, нешуточно наступает на пятки даже некоторым плеерам среднего ценового сегмента. Вот такие выводы я сегодня для вас сделал, друзья, внимательно послушав пару недель этот интересный ЦАП. Но перед тем, как упрощаться, хочу напомнить вам всего о двух вещах. Во-первых, это только мое мнение и мой восторг, которые никак не должны повлиять на ваши при выборе подобных устройств. Посмотрите и почитайте другие обзоры, сравните и потом уже решайте сами, надо оно вам или нет. А во-вторых, хочу напомнить, что у нас существует дзен-канал, на который нужно обязательно подписаться, только потому что многие обзоры в текстовом формате в первую очередь выходят теперь именно там. А у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем добра.